Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы продолжаем наш цикл видеороликов по оценке линий. Сегодня у нас линия Арбатско-Покровская. Собственно, почему не замоскворецкая? Ну, во-первых, я не горю желанием ее снимать, и там есть свои косяки, и я могу слишком говорить про нее предвзято. Поэтому давайте чуть попозже, мне нужно ее еще раз перекатать и, собственно, сделать оценочку. Ну, ладно, да, еще хотел бы извиниться за то, что я не особо хороший видеоряд выбрал. Я очень плохо торможу на некоторых станциях, поэтому не обессудьте, в дороге записываю видеоряд. Поэтому, смотрите, в принципе, критерии не поменялись у нас, но будут небольшие изменения. Конечно же, вместо последнего критерия, который довольно относительный, мы ведем особенности линий. То есть, именно в реализации. И Арбатско-Покровская линия, как бы, будет за это иметь какое-то суждение оценочное. Давайте начнем с первого критерия, это протяженность линий. Линия занимает, в принципе, огромную часть, и вы можете сами прокатиться по полной Арбатско-Покровской линии, от Пятницкого шоссе до Щелковской. Вопросов здесь вообще никаких не возникает. Вот, и я хочу сказать то, что этот момент вообще никак не влияет, дорогие друзья, на, получается, наше с вами какое-то игровое ощущение, впечатление. Игра катается прекрасно, линия не кажется слишком долгой, но если вы будете ехать размеренно, то у вас эта игра затянется надолго. Вот, давайте поговорим, в принципе, уже про сигнализацию, потому что я не знаю, что говорить в том критерии больше. Вот, сигнализация. Сигнализация, здесь используется 2 к 6, все по стандарту. Вот, и я немножко не догоняю, почему лагает, если запись видео идет плавно, в принципе, видимо, что-то не то с игрой. Вот, на записи в 30 кадров я специально сделал, поэкспериментировал опять-таки, чтобы на видео поднять немножечко раскадровку, чтобы не терялось качество на монтажке. Вот, потому что нормально работать не умеет редактор, в котором я делаю, по всей видимости, потому что это мобильный редактор. Вот, поэтому можете также посоветовать что-то более-менее адекватное. Вот, но да ладно, смотрите, значит, по поводу сигнализации, используется сигнализация 2 к 6, и это большой-большой плюс. Хотя, если вы заметите на кадрах, то я очень часто, во-первых, превышал скорость. Если я собирал схему на тормоз, ну, на русиче, на метропоезде, все равно это дело затруднялось у меня несколько. Вот, и, то есть, смотрите, я пытался затормозить, но у меня, получается, торможение, эффективность была очень маленькая у этого процесса. То есть, вот, и я не успевал оттормаживаться. То есть, больше бы предупреждающую частоту под эту линию. Вот, но это уже особенность, конечно же, метропоезда «Русич», который у нас сейчас на кадре. Вот, собственно, смотрите. Значит, за, в принципе, первый пункт я не могу поставить какую-то оценку именно сейчас, так же, как и за второй. Поэтому смотрите видео до конца, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылочки находятся в описании. Я думаю, что будет довольно полезно. Итак, следующий критерий – это пульты управления. Ну, или же диспетчерские вот эти вот моменты, которые вы можете открыть, пульт диспетчера, и переехать на другую линию. На Арбатско-Покровской в оба направления нет такой возможности. Вот, конечно, в жизни я очень сомневаюсь, что на Арбатско-Покровской линии нет никаких съездов. Это просто глупости и бред. Вот, даже приходилось же как-то поезда перегонять на разные линии. Как минимум, точно с Арбатско-Покровской линии можно будет переехать в депо. Вот, депо можно будет на, получается, 12-ю будовскую линию выехать. Соответственно, должна быть прямая какая-то вилка, вот, со съездом на данную линию непосредственно. Вот, ну, поэтому, конечно же, это очень грустно, но это пункт довольно такой предвзятый относительно того, что есть вообще. Вот, конечно же, я хочу сказать о том, что следующим критерием будет являться подвижной состав. Подвижной состав эксплуатируется онли русичей ребят 81740, 740.1. Вот, ну, поезд, собственно, довольно интересный в этой игре, реализация неплохая. Заключается она почему неплохой? Вот, то есть, поезд, собственно, легко тормозит, легко разгоняется. Но, опять-таки, вам необходимо покатать, потому что управление, есть моменты специфические, на самом деле, в управлении. Потому что, опять же, немножко я не успевал сбавлять скорость на некоторых моментах. Вот, и выскакивала, получается, система ЛС-АРС начинала сигнализировать там, что я превышаю. Вот, ну, да ладно, ребятки. Вот, то есть, подвижной состав, ну, я как бы, честно говоря, хотел бы, чтобы было более современное какое-то на этой линии. И, ходить, короче, должны были бы более современные подвижные составы, плюс это 5-вагонные Русичи. Об этом вы можете на любой табличке, на любой станции вылицезреть. То, что 5 вагонов, 5-вагонный Русич приравнивается где-то к 7-вагонному составу. Типа номерной, типа Москва, ну, в общем, вы поняли габариты такие вот. То есть, Русич — это очень необычный поезд. По своей концепции он должен был служить для мини-метро, но его пустили, доработали и на, получается, другие линии. Такие, как Сокольническую, такие, как Арбатско-Покровскую, Бутовскую. И, в принципе, раньше я помню то, что видел, на кольцевой линии они также были. Вот, ну, да ладно. Следующий пункт — это направление обратное. Оно здесь присутствует, и уникальные, конечно же, моменты в связи с этим есть. Также станция Пятницкое шоссе, которая выглядит немножечко различно, поэтому я не буду спойлерить, и я этой станции не вставил здесь. Вот, я выбрал как раз-таки обратное направление в игре. Вот, здесь багов нету с информатором, как я показывал вам в одной из предыдущих частей видеороликов в игре «Симулятор метрополитенов России 2D». Вот, да. Поэтому это, конечно, все довольно печально на самом деле, но и здесь такого нету, слава богу. Ну, собственно, следующий критерий — это номер 6. И в чем он заключается? Он заключается в том, что за сколько можно проехать эту линию. Здесь, конечно, уже такая более, можно сказать, информация, такая неинформативная, в зависимости от того, как вы будете ехать. В этом и вся суть. То есть здесь нет такого, что есть строгое ограничение по времени, неважно на какой скорости вы будете ехать, нет. Как вы будете ехать, так и будет у вас проезжаться данная линия. Если вы будете ехать довольно размеренно, соблюдая правила, как бы, выдержки на станции, то есть секунд 20 постоять нужно суммарно, вот. В часы пик меньше, вот. В обычное время чуть больше, то есть можно сделать даже какую-то выдержку, отправиться с другим интервалом. Если вы катаете сценарий вообще с поездами на линии, то рано или поздно вы, если будете ехать довольно быстро, то вы просто не сможете с одной станции какой-то отправиться, потому что вас там будет подпирать поезд и просто система РС-АЛС не даст вам проехать дальше. Вот, поэтому, собственно, смотрите. Вот, следующий, конечно же, момент, да, заключается в том, что вы можете как проехать за 25 минут, как за 30, как за 35, как за 45, это уже в зависимости от дела ваших, так скажем, рук. Вот, и за сколько вы захотите проехать. В менюшке написано 25 минут едется, вот, эта линия, и хочется сказать о том, что, ну, как бы, 25 минут это довольно большое. Вот, расстояние проедется, но, собственно, в принципе, здесь, если так подумать, посмотреть, то все, абсолютно все перегоны где-то съезаны в два раза. Вот, то есть, вы сами можете понимать, и, ну, вот, получается, видеоряд, который я записывал, буквально не доехал, 5 станций или сколько-то там, плюс еще в начале я сократил, вышло на 18 минут. То есть, еще, ну, как бы, где-то полчаса вложитесь, чтобы проехать довольно быстро, вот, в таком же темпе, как я еду на видеоряде. Вот, ну, собственно, да. Седьмой пункт – это актуальность, конечно же, линии. Линия не входит в топ самых загруженных линий, вот, в отличие от Сокольнической линии. Это, кстати, одно из новшеств данной рубрики. Вот, и, конечно же, хотелось бы сказать о том, что Сокольническая линия все-таки довольно пользуется большим популярностью, большим спросом. Вот, в отличие от Арбатско-Покровской. Арбатско-Покровская не вошла сюда, в этот топ. Вот, и, конечно, это очень даже печально. Вот, хотя линия также довольно востребованная. В принципе, знаете, сложно говорить, что в Московском метро были линии востребованные линии метро. Возможно, да, какие-то направления будут менее востребованными. Вот, какие-то направления могут быть более востребованными. Какие-то направления могут из-за каких-то пересадочных важных узлов служить. Как бы, опять-таки, части даже некоторой станции до пересадки, допустим, на то же Большое Кольцо, либо же на другие линии. Это уже такое более, конечно же, предвзятое отношение. Вот, ну, как бы, смотрите дальше. Следующий пункт, восьмой пункт, это реалистичность линии. Хочется сказать о том, что станции, как бы, в этой игре, опять же, повторюсь, с предыдущей части, кто не смотрел, пересмотрите обязательно, выполнены вполне себе реально. Вот, отсылки есть на какие-то недоработки. Вот, в зависимости от того, когда была эта линия обновлена, либо же, когда эта линия была добавлена, об этом написано, вроде как, если я не ошибаюсь, в главном меню. Но вы можете всегда, как бы, спутить по чинж-логам на сайте разработчика. Вот, собственно, там могут быть какие-то анонсы, и мне есть что, на самом деле, рассказать. Построить, так скажем, теорию, какой же, все-таки, следующий апдейт будет, и что в нем, вероятно, всего добавится. Следующий пункт, это, конечно же, депо на Ричи. Есть депо только на одной линии в настоящий момент. Возможно, когда-нибудь добавится и на всех остальных в линиях возможность заехать или выехать в депо. Здесь я немножечко, конечно, накосячил на этой станции, но, как по мне, она очень красивая. Вот, депо, к сожалению, нету, и поэтому я не могу ничего сказать про депо. Вот, и последний пункт, это как раз-таки пункт, который я изменил. Это красота станции, если вы помните, такой был пункт десятый. Вот, и здесь я изменил немножечко пункт этот на смешанный более такой критерий. То есть, это особенности данной линии, в том числе и красота станции. Вот, и здесь мы более, конечно же, субъективную такую оценочку будем давать. И, как по мне, здесь у нас что имеется? Здесь, если вы слышите немножко информатор, то информатор здесь очень плохой. Вот, здесь информатор, так же, как и на замоскворецкой линии, он, ну, в очень плохом качестве сделан. Вот, скорее всего, это были какие-то источники в интернете, записанные просто с низким битрейдом. Вот, и, в принципе, все. То есть, это такой вот минус, можно сказать. Вот, также, конечно, есть плюс большой. Это особенности линии. То, что здесь нет коротких перегонов, здесь вы можете спокойно, нормально разгоняться. Вот, и почувствуете очень, как бы, хорошую эффективность от игры, от игрового процесса. И вы будете просто кайфовать. Вам будет, я отвечаю просто, играбельно настолько, что вам эта линия просто очень сильно понравится. Она очень удобная, очень классная. Но, конечно, информатор подводит. Многие люди, конечно же, митрофанаты, кто играет в игру, и писали мне в комментариях о том, что это, наоборот, как бы фича такая, что обычно эксплуатируются старые подвижные составы на этих линиях. И информатор у них, конечно же, работает не так хорошо и классно. Но хочется сказать о том, что это информаторы не старого образца. И в недавнем обновлении для старых информаторов была введена так называемая, получается, помехи, которые были у вас. Вы можете ценить. Взять тип D, тип E или же AM, которые присутствуют в игре. Вот, начиная с Ежа, вот, 81707, по-моему, если я не ошибаюсь, то вы просто сможете уже совсем другую информацию услышать. Вот, получается, на одной и той же линии, если проедете. Поэтому здесь отсылку на информатор делать грубо какую-то. И находить что-то в этом, кроме как разработчика-недоработка. То есть разработчику есть над чем потрудиться. Ну и в заключение давайте подводить итоги. Что у нас выходит по баллам. И сколько баллов эта линия наберет. В прошлом выпуске я не посчитал. Также и в этом я не буду считать. Но вы просто можете сравнивать линии. Я в конце, когда сделаю обзор на все линии, я субъективную оценочку дам по всем линиям, построй графике. И вы посмотрите, какая же линия все-таки победила. Это у нас сейчас выступает линия не сколько баллов одна наберет. А будем сравнивать, какая линия лучше, по каким критериям. Будем, знаете, делать отбор по критериям. И выберем как бы три самые, получается, лучшие линии в каждом пункте. То есть, ну как бы, посмотрим, какая линия попадет больше в этот топ. И тогда уже мы, собственно, будем делать уже вывод. Ну что ж, протяженность линии 2 балла. Это максимальная оценка. Я думаю, что вам не стоит объяснять. Напомню, что линия здесь выполнена полная. Сигнализация 2 балла, потому что 2 к 6. Значит, здесь и комментарии излишни. То есть, пульты управления 0 баллов, потому что вообще никуда не дает ехать. Это линия, кстати, очень плоха в этом плане. Вот. Обратное направление 2 балла, потому что оно полностью реализовано без багов, без косяков. Так, значит, следующий пункт. Это у нас подвижной состав. 1 балл, потому что всего лишь 1 подвижной состав. Вот. Русич. И если бы это был Москва, то я бы поставил бы 2 балла. Вот. То есть, потому что все-таки поезд новее. Но хотя, честно говоря, в игре реализация Москвы, она довольно сомнительна. То есть, видно, что давно не обновлялся поезд. И это делает игру некомфортным. Вот. К использованию. Следующий пункт. Это за сколько можно проехать линию. В принципе, это время, если вы будете катать довольно медленно, в размеренном темпе. Это не особо комфортное время для игры. Слишком много бывает к концу, может задолбать на самом деле. Вот. Поэтому либо придется ехать слишком быстро, либо 1 балл ставим. Ну вот. Поэтому следующий пункт. Седьмой. Актуальность линии. Она не входит в топ линии. Получается, в топ-6 линии. Официально выставленные в московском метро, как самая востребованная линия. Вот. Поэтому мы ставим здесь, конечно же, 0 баллов. Вот. Значит, она, конечно же, востребована. Но, опять-таки, в рамках этой рубрики мы можем оценивать по этому критерию. Следующий пункт. Реалистичность. Я считаю, что довольно сильно реалистично выполнена станция. Поэтому, ну, как бы этот пункт, наверное, даже не будет учитывать какую-то вообще информацию о конечном сравнении. Потому что каждая, наверное, линия будет как раз-таки иметь высокие оценки. Два балла по этому. Вот. Ну, собственно, Депо 0 баллов по понятной причине получает. И последний относительный пункт. Я уже говорил о том, что, да, есть и плюсы, есть и минусы. Поэтому здесь мы за информатором можем снизить оценочку. А вот за как раз-таки плюсы, о которых я говорил, добавить по баллу. И то есть, ну, как бы мы выходим либо в 0, либо в 1 балл. Поэтому напишите в комментариях, как вы считаете. И мне будет интересно реально посмотреть на оценку. Будем, ребят, с вами прощаться. Мы буквально доехали совсем чуть-чуть. И мне сказать уже реально нечего по этой линии. Поэтому ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось видео. Подписывайтесь обязательно на телегу. Проходит розыгрыш данной игры. И я выберу два победителя, которые получат доступ к этой игре. Ну что ж. Да, я торможу. Затормаживаю состав. И будем с вами прощаться. Всем удачи и пока.